Девушки отдыхают Для гостей этот выезд может стать самым запоминающимся. Уже сегодня они могут оформить чемпионство. И если случится такое, это будет грандиозно для тех, кто приехал сегодня вместе с командой. Девушки отдыхают На экране состав команды хозяин. 4-3-3 сегодня у них. И похоже края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр. ... Продолжение следует... Стартовый состав Милана, вашему вниманию. Команда сыграет по схеме 4-5. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Игра началась, смотрим. Свисток арбитра будет штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Во всаде оказалась команда. Джон Джо Кенни. Лукас Пакета. Соперник теперь с мячом. Хорошо в прессинге. Соперник сыграл и будет аутбрасывать. Первые забивают меньше всех в лиге, а вторые впереди по этому показателю. Да-да, статистика знает все. Вот только... Отличный момент. Есть! И получается у него забить. Очень серьезное психологическое преимущество. Он сейчас для своей команды добыл быстрым голом. Передач немного было в этой атаке. Классно они двигались вместе с мячом. Ну, безусловно, этот игрок обладает высочайшим техническим мастерством, чтобы создавать и реализовывать такие моменты. Да, и совершенно непонятно, как защитники так легко дали себя пройти. 1-0. Сейчас будет веселее. Честно говоря, перед этой игрой сложилось такое ощущение, что разговоры только об этом игроке и были. Ну, и не сказать, что это удивительно. И все это благодаря тому, что ходят слухи, которые сообщают о желании игрока завершить свою игровую карьеру после окончания этого сезона, согласись, повод для новостей весьма значительный. Более чем. Все-таки речь идет об очень и очень классном игроке, уход которого будет заметен в любом клубе. Но, с другой стороны, стоит и признать то, что при такой интенсивной игре не молодеешь и уйти тоже нужно вовремя, чтобы тебя запомнили на хорошем этапе яркой карьеры. Сандро Тунали. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Завершается последняя игра сезона для этой команды, и пока для них все складывается успешно. Они уверенно идут к чемпионству. Игроки проводят самый главный и ответственный матч сезона. Им скорее хочется услышать финальный свисток и начать праздновать. Все возможности для контратаки перед ними. Тащит он мяч вперед сейчас. Могли забить, если бы не защитник. Не стал судья останавливать игру. Преимущество сейчас у них. Есть пространство перед ним. Фратарь отбивает мяч. Просто и надежно. Ладно, атакует через фланг. Никто там их не встречает. И навес. И ничем опасным этот навес не заканчивается. Примассированный оборонник всегда легче и правильнее атаковать флангом. Подача на дальнюю штангу. Для вратаря такие удары разминка. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. И мяч переходит к другой команде. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точно. Катают они мяч. Играют в пас команда. Отлично в обороне сыграно. Атака не получилась. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. К сожалению, продолжение этой контратаки мы не увидим. Потому что мячом уже завладел соперник. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Опасно тут может получиться. Ну, возможно, в следующей атаке им повезет больше. Ставит корпус. Не расстается с мячом. Может получиться интересная атака. Теряют они мяч. Увидел открывание впереди. Делает передачу. Аут, но до штрафной рукой подать. Посмотрим, как они смогут разыграть этот стандарт. На вес напрашивается. После рикошита мяч уходит в аут. Очередной точный пас в его исполнении. Умеет он с мячом обращаться. И сейчас это демонстрирует еще раз. Сидия добавляет одну минуту. Арбитр назначает штрафной. И выносится мяч из штрафной. Первый тайм закончен. Уходит команда на перерыв. И одна из них делает это в явно при поднятом настроении. Хотя и по сосредоточенным лицам игроков этого не скажешь. На данный момент чемпиона мы знаем. Но это, конечно, всего лишь после первого тайма. Так сказать, чемпион перерыва. Как пойдут дела дальше, нужно смотреть. Сегодня очень важный тур. Продолжается наш матч. Второй тайм. Сандро Тунали. Ушел мяч к сопернику. Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. Не стал судья останавливать игру. Преимущество сейчас у них. Мяч вперед идет к чужим воротам. Толкается с защитником. Неплохой удар. Не точно, но довольно опасно. Мы видим, что возникают возможности для взятия ворот. Чуточку собранности, точности и везения. И все, тогда мы увидим гол в этом матче. Замена по счету. Им необходимо забивать, чтобы спасти этот матч. Сандро Тунали. Контролирует мяч Милан. Соперник пока никак не может его перехватить. Не дает этой атаке оборона развиться. Мяч у соперника теперь будет. Пока неплохо. Уверенно они идут вперед с мячом. Пауль де Томаш. По грани фола сыграно, но нарушений нет. Значит, было верное решение. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. И есть поддержка у этой атаки. Что-то он может придумать с мячом. Сейчас. От души по мячу он приложился. Отличный пас он отдает. Просто невообразимо, братарь, сыграл. Ты видел такое, а? Невероятное спасение сейчас сделал. Мяч летит в центр штраф 0. И спасает тот игрок свою команду от гола. Очень хорошо он подстраховал своего голкипера. Просто браво. Можно подавать тут. Лука с пакетом. Мяч перехвачен. Плохо сыгран. Ну, доиграться так можно. Плохо сыграно. Мяч потерян. Забивать нужно. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Повторяет нам гол. Очень неудачно в этом эпизоде сыграл защитник. Потерял он позицию. И это стало решающим моментом в голе. А вот еще один повтор. На этот раз другого ракурса. Тренер счастлив. Его план на игру работает. Команда выигрывает крупно. Свежий игрок войдет к игру у нас. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. До конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Хорошин в отборе будет аут. И с мячом он идет вперед. И туда на дальнюю подачу пошла. Справляется вратарь. Но есть возможность добить мяч в ворота. Все в рамках правил можно играть. Всеми силами гонят вперед свою команду болельщики. Нужно преимущество воплощать в голы. Теряют они мяч. До конца игры 7 минут. Можно провести контратаку. И что дальше тут будет? Штрафную подачу. Отлично защитник играет. Джон Джо Кенни. Сандро Тунали. Нилан атакует через фланг. Никто там их не встречает. Можно попробовать подать сейчас. Угловой будет после этого выноса. Замена поля покидает один из лучших игроков матча. Только послушайте, как благодарят его болельщики. И действительно есть за что. Ведь на нем сегодня держалась вся команда. Титул лучшего игрока матча у него в кармане. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Из-под прессинга он наносил удар. Ничего толкового не получилось. Тут надо отметить обороняющегося игрока. Он очень здорово смог навязать борьбу в этом моменте. Поэтому мяч не пошел даже в створ. Всего две минуты осталось провести команду на поле. Именно столько добавил Судзи. Лукас Пакета. И разрезающий пас на ход. И это должен быть гол! Браво! Братарь, браво! Ну вот и все. Звучит финальный свисток. И команда становится чемпионом. Это великое без преувеличения достижение. Вы только посмотрите, как они радуются. Да, может быть немного обидно, что награждение состоится не на своей домашней арене. А сегодня на этом стадионе. Потому что в этом сезоне у команды уже не осталось домашних матчей. Но это не так важно. Поздравляем чемпионов!